Продал машину, а налог все равно начислили. Аксюбинцы уже второй месяц получают квитанции за должности налога на транспорт. Налоговики объясняют, что счета на оплату налогов в этом году были выставлены не в марте, как обычно, а с опозданием в полгода. Причина карантинной меры. К тому же с этого года налог на транспорт начисляется центральным столичным ведомством. А нужную информацию налоговики черпают у полномоченных органов. А если имеется некорректное начисление, то обращаясь в налоговую службу, нужно приложить квитанцию об оплате налога или в случае продажи справку о снятии с учета. Иначе доказать оплату не получится. Хотя еще как вариант – поход в банк. Сколько понадобится времени и терпения, чтобы узнать, где застряли оплаченные деньги, неизвестно. В этом году, 20 августа, как я говорил, начисление было. Например, может быть, у нас мы выгружаем, передаем, например, на начисление. Некоторые бывают, вот, в период времени проходит, две недели, 10 дней, вот эти расхождения могут быть повлиять. Но сейчас, если людям обращаются, мы даем разъяснение, люди обращаются. Сейчас население уведомляют о налоговой задолженности за 2019 год и прошлые периоды, в том числе по проданным транспортным средствам в 2020 году с помощью массовой рассылки на мобильный телефон. В адрес владельцев, продавших свои транспортные средства без уплаты налогов за 2019 год и прошлые периоды, были направлены уведомления о задолженности. Если налог на транспорт был начислен повторно или ошибочно, то это можно скорректировать самим, говорят налоговики. Для этого создан сервис корректировки в мобильном приложении «Есалок». Сейчас можно, не приходя в налоговые органы, можно оплатить, не выходя из дома. Есть приложение «Есалок», приложение через «Абстор» скачивайте, там есть налоговый кошелек. Налоги местные, не только местные налоги, можно оттуда и пооткрыть, оплачивать, любые пошлины, можно местные налоги оплачивать. Физические лица должны уплатить налог на транспорт не позднее 31 декабря. На сегодняшний день задолженность актюбинских водителей составляет 500 миллионов тенге. Лиза Цакева, Алексей Уразов, программа «Факт».